Когда стреляют придурки, то, как правило, пуля летит в обратную сторону. Привет, мои дорогие дамы и германцы. Тут опять хотели нагадить злому Путину, да облажались. Что только не пытались впарить нам видеокамеры и газеты. Русский президент якобы аннектировал Украину. Злодей якобы шантажирует Украину, потому что украинцы не платят по счетам за газ. Этот злодей прям специально сбил пассажирский самолет. Этот злодей не хочет иметь ничего общего с долларом и хочет ввести свою собственную мировую валюту. Да, сейчас еще и злодейский ограничил импорт таких замечательных товаров из Евросоюза, из-за которых нам завидует весь мир. Ну а сейчас самое интересное. Сейчас он якобы хочет ввести русские войска на Украину, которые он замаскировал под конвой с гуманитарной помощью. Это, так сказать, бабушкин русский вариант троянского коня. Да, господа. За каких же идиотов нас держат, господа в Брюселе и наши СМИ, за которых мы еще и должны платить. На Украине правят фашисты, которых крышует Евросоюз. Да, это так оно и есть. И это те люди, которые заставили своих же собственных сограждан в Крыму искать защиту в России. К падению пассажирского самолета нет вообще никаких доказательств против Путина. Даже наоборот, США и Украина утаивают все улики. Это странно, не правда ли? Если бы США, по крайней мере, могли бы предоставить так называемые доказательства, ну хотя бы как тогда подделанную фотографию с оружием массового поражения в Ираке. Но даже этого они не могут сделать. Вы заметили? Это шоу становится все хуже и хуже. Когда Евросоюз, чтобы наказать Россию, захочет исключить ее из мирового финансового рынка, то это же настолько же кристально ясно, как водка, что Россия попытается организовать что-нибудь свое. Китайцы, которые без того самые большие держатели долговых обязательств США, они, посмеиваясь, охотно помогут России в этом деле. Потому что Россия и Китай могут с помощью своей валюты, подкрепленной золотом, очень быстро потеснить макулатурные деньги США и ЕС. То, что Путин на запрет экспорта Евросоюзам ответил запретом импорта, это бьет не по России, а бьет как бумерангом по самому Евросоюзу, который с удивлением это сейчас осознал. Ну что, господа, очередная неудача для наших выдающихся экспертов в Брюсселе. Да, глупым быть можно, но ведь можно и совета спросить. Сейчас в Евросоюзе обещают компенсации, кто пострадал от санкций этого злого Путина. Интересно, сколько из этих денег попадут в карманы лобби из пищевой и промышленной индустрии? Но на другом конце планеты все как раз наоборот расцветает. Бразилия, Аргентина и в первую очередь, конечно же, Китай, они могут и будут поставлять России свою продукцию. Один испанский министр, надув губы, сказал, это нехорошо, если развивающиеся страны воспользуются открывшимся продовольственным люком товаров в Россию. Но отчего же он ожидал? Что страны БРИКС будут безучаственно стоять в сторонке и наблюдать, как появляются новые рынки сбыта? Как же это типично для наших недальновидных кротов Брюсселя? Хотя они, скорее всего, не кроты, а словесные чемпионы, у которых разума хватает только с 12 до обеда. Но вершиной всего этого является то, что российский конвой с гуманитарной помощью они пытаются выставить как средство интервенции на Украину. Сумасшествие больше не знает границ, господа. Как насчет того, чтобы просто посмотреть на границы, что там в этих грузовиках? Да, но мы-то уже знаем, что оказывать гуманитарную помощь имеют право только США и ЕС. Но суть в этой ситуации совсем в другом. Они хотят любой ценой разозлить до драки русского медведя. Потому что только так может Евросоюз и США избавиться от своих долгов. Но нам втирать, что лауреат Нобелевской премии мира Бамби желает якобы только самого хорошего. Это хорошее мы видели уже в Сирии, Ливии, Венесуэле, и теперь снова видим это в Ираке. В таких случаях, конечно же, должен и пудель Евросоюз ковылять за США. В действительности же ситуация для России выглядит намного лучше, чем это нам СМИ здесь пытается рассказать. К примеру, по ископаемым углеводородам, таких как нефть, газ и уголь, Россия обладает половиной ископаемых источников энергии мира. Россия в третье в мире по добыче золотов. Второе место по добыче бриллиантов. Россия добывает 40% мировой платины, 46% никеля и так далее. Все это вы можете сами перепроверить. До сего момента Россия обладала 10% пассивных полей мира и 20% мировых лесов. Русские платят максимум 13% налога, а в Германии более 50%. Короче, немцы платят даже больше, чем процентов в русской водке. В России госдолг на человека, как ни странно это слышать, ноль. В Германии эта цифра более 20 тысяч евро. Зато Германия импортирует каждый год миллионы высококлассных получателей социального пособия и дарит сотни миллиардов евро Брюсселю. Господа, певец Тинг уже тогда правильно спел. Русские тоже любят своих детей. И, конечно же, они не хотят войны, как и немцы. С одним лишь отличием. У русского президента есть яйца в штанах. Вот так. Если бы было по-моему, то я бы вручил следующую Нобелевскую премию мира Путину. Хотя эта премия уже опорочена такими, как Абамби, Арафат, Евросоюз, Эльго. Я думаю, Путин просто откажется от этой премии. Продолжение следует... Продолжение следует...